Всем привет! С вами Антон и вы на канале Blackroom. На этом канале мы говорим обычно про домашние кинозалы, но сегодня поговорим про публичные, а именно про 5 причин, почему вам стоит пойти именно в IMAX, а не в обычный кинотеатр в вашем торговом центре. Досмотрите это видео до конца и я расскажу, куда я лично хожу и почему. Полетели! Прежде чем назвать основные причины, пара слов о том, что же такое вообще IMAX. IMAX это сокращение от двух слов Image Maximum, что означает по-русски как максимальное изображение. По сути это набор технологий и процессов съемки, обработки и показа фильмов, чтобы вы получали максимальное впечатление от максимально качественного изображения с офигительным звуком и огромной четкой, яркой и очень детальной картинкой. Сама технология родилась в конце 60-х годов и в настоящий момент считается неким эталоном того, как вообще можно смотреть кино. Но давайте разбираться детальнее. Итак, причина номер один. Это большой, я бы даже сказал, огромный экран. По сравнению с обычным публичным кинотеатром в вашем ближайшем торговом центре, где угол просмотра на экран, на левую и правую часть экрана, вот этот горизонтальный угол составляет в среднем, наверное, 40-50 градусов, в IMAX этот параметр составляет 70-80. Это огроменный экран, смотря на который у вас задействуется все периферическое зрение. И вы видите фильм не просто как обычно, вы в нем просто участвуете в этом фильме, вы в него максимально вовлечены. Вторая причина состоит в том, что не только в ширину этот экран значительно больше, он еще значительно больше в высоту, у него другой формат кадра. И фильмы, которые показывают в IMAX, они специальным образом под этот формат, во-первых, сняты, потом они проходят специальный технический процесс для того, чтобы сохранить и показать вам в итоге все детали, которые вы должны увидеть и рассмотреть на этом огромном экране. Ну и, конечно же, формат кадра. Только в IMAX у вас будет формат кадра не такой, как обычно в любом публичном кинотеатре, где у вас широкоформатное изображение 2.40 к 1. В IMAX в оригинальном формате IMAX соотношение сторон достигает 1.34 к 1. То есть это формат практически как у нас с вами были в Советском Союзе телевизоры 4х3, или как, например, снят последний фильм Зака Снайдера «Лига справедливости». Ну, его режиссерская версия. И только в IMAX вы сможете увидеть фильмы в таком формате. Ни один другой кинотеатр вот эти вот дополнительные части изображения вам не покажет. Причем потом этот фильм может пройти цифровой ремастеринг и попасть к вам на Ultra HD 4K диск. Ну и даже тогда вам не гарантировано получение этих экстра кадров. Потому что, например, один из последних блокбастеров 21-го года, фильм Дэнни Вильнёва «Дюна», он шел в IMAX, и там были действительно огромные красивые IMAX-сцены, снятые на IMAX-камеры. А вот в домашней версии, на 4K-диске, этих сцен попросту нет. Только стандартное изображение 2.41. Поэтому посмотреть этот фильм в оригинале, в том формате, в котором вообще только существует, можно было только в IMAX. Третья причина выбрать IMAX – это более яркое изображение. Значительно более яркое. Если в обычном кинотеатре вы ходите и вам только 2D, формат более-менее приемлемого часто можно посмотреть, то есть достаточно хватает яркости, но тоже можно побольше. Это одна из самых больших проблем обычных публичных кинотеатров. То в IMAX стоят спаренные проекторы, которые всегда работают вместе. Даже если вы смотрите не 3D, они дают вам значительно более яркое изображение. А для человеческого глаза нет ничего более важного, прежде всего, в картинке, в изображении, чем яркость. Когда недостаточно яркости, у вас и цвета будут недостаточно насыщенные, и контраст будет значительно хуже. То есть яркость – это то, что вы видите сразу. И оно для вас действительно очень важно. И как раз в IMAX яркость – это тот параметр, за который ребята отвечают. И выдают вам всегда отличную яркую картинку, даже в очках, даже в 3D. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео, если вам тоже нравится яркая картинка, когда вы ходите в кино. Причина номер 4 – это 3D. Если вы поклонник 3D и любите фильмы 3D, дома смотрите 3D, у вас 3D-телевизор, 3D-проектор, кругом очки лежат, то IMAX 3D – это единственный правильный способ увидеть новый блокбастер в том виде, в котором его задумал создатель, делая эту 3D-версию. Потому что только в IMAX, во-первых, фильмы вообще снимаются камерами 3D, специально созданными камерами, у которых два объектива стоят на том же самом расстоянии, как находятся наши с вами глаза, расположенные на голове. Потом это дело все, соответственно, опять же, проходит специальную DMR-обработку и в итоге транслируются двумя проекторами на ваши пассивные очки, работающие по поляризационной технологии. Кстати, друзья, на канале есть ролик про 3D. Если вы хотите углубиться в эту тему, я вам рекомендую его посмотреть, перейдя по ссылке после этого ролика. И вот даже я постоянно ношу очки. IMAX для меня единственный нормальный зал, где я могу посмотреть с комфортом 3D. Потому что, во-первых, у меня и очки с комфортом помещаются в их оригинальные IMAX очки. Им не хватает яркости изображения, потому что она заведомо увеличена, чтобы вам в итоге, когда вы надеваете фильтрующие очки, по которым поляризующий свет преобразует, этой яркости тоже хватило. Это самая большая проблема всех 3D-кинотеатров, обычных 3D-кинотеатров. В IMAX эта проблема сведена к минимуму. И причина номер пять – это более правильный и мощный звук. Просто сказать, что звук более мощный – это довольно дилетантский звучит. Мы на канале на этом говорим все-таки более профессиональными термины. Я бы сказал так, что звук, во-первых, имеет значительно больший запас по прочности, то есть большую динамику. У него действительно не слышно и не чувствуется никаких пределов. Он способен отыграть явно сильно громче, чем та громкость, на которой обычно нужно воспроизводить фильмы. И эту громкость он воспроизводит с легкостью. Мало того, этот звук действительно очень тщательно откалиброван. Я, как сам практикующий калибровщик домашних кинозалов, могу вам сказать, что получаю каждый раз гарантированное удовольствие, зайдя в тот или иной IMAX кинозал. Причем неважно в какой. Там может быть разная аудиосистема, разная проекционная система. Но настроено всегда все офигенно. Все играет очень слаженно, гармонично и ровно по тональному балансу. Но и это еще не все. Во-первых, залы IMAX удаленно мониторятся. И самые новые, например, залы IMAX с лазерными проекторами. IMAX лазер. В Москве таких уже два. Они даже удаленно каждое утро запускают автоматический процесс рекалибровки. Проверяют, насколько вообще работают все колонки. Не вышло ли что-нибудь из строя. И насколько они правильно выполняют свою задачу. То есть, насколько ровную дают АЧХ. Такого нет точно нигде. Именно это вам гарантирует то, что вы действительно услышите больше. Больше, во-первых, нюансов и больше динамики. И, соответственно, больше поверите в происходящее на экране. Тот экран, который и так вас уже поглотил полностью за счет того, что он просто огроменный. С кучей деталей. Очень яркий. И очень контрастный. И еще одна вишенка на торте. Только сабвуферы в кинозалах IMAX играют на целую октаву ниже. То есть, от 40 до 20 Гц в обычном кинотеатре вы рискуете не услышать вообще ничего. А это та основная басовая октава, в которой у вас происходят и землетрясения, и различные разломы. Коры, взрывы и многое-многое другое. Ну, вы наверняка замечали, что бас в обычном кинотеатре, он такой себе. Антон, расскажи, реально ли дома сделать что-то похожее на IMAX? Маш, ты знаешь, реально. И мы даже про это снимали один из самых популярных роликов на нашем канале. Друзья, переходите по ссылочке, посмотрите этот ролик. Но, на самом деле, как это можно сделать, я всех лично приглашаю оценить. Наш новый демо-зал, который находится в Москве, недалеко от метро Красносельская. У нас там огроменный экран, у нас там обалденное 4К изображение и пространственное звучание. Все контакты вы, как обычно, найдете в описании к данному видео. А теперь, как я и обещал, я расскажу, куда я лично хожу смотреть фильмы. Когда лично у меня появляется брешь в расписании и действительно идет стоящий фильм, то я покупаю билет только в IMAX с лазерным проектором. Он называется еще IMAX with Lizer. Таких кинозалов в Москве сейчас два. Это IMAX в ТРЦ Океане на Кутузовском проспекте, либо Киномакс Титан на Каширском шоссе. Друзья, если вы туда пойдете, вы точно не прогадаете. Все остальные IMAX тоже хороши. Но та картинка, которую и тот звук, потому что теперь еще и звук у нас стал пространственный, многоканальный, 12-канальный, вот и только в этих двух кинотеатрах. Вы не пожалеете, посмотрев любой новый фильм, желательно какой-нибудь блокбастер с классным звуком, именно в этом кинозале. Если подытожить это все, то IMAX, особенно последнего поколения, это именно то, как кино должно быть показано в публичной демонстрации. Именно поэтому я хожу только в IMAX самого последнего поколения. И все домашние кинозалы, которые строит наша компания, стараюсь выводить на такой уровень или даже выше. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли выходить в IMAX и почему. Вдруг я забыл еще о каких-то важных причинах. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш канал, потому что только здесь вы услышите всю правду, связанную с темой домашних кинотеатров, ну и даже иногда затрагиваем тему публичного кино. А с вами был Антон, основатель компании Blackroom и основной ведущий этого канала. Увидимся в новых роликах. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!